МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Главный закон страны. В регионе прошли торжества в честь 25-летия Конституции Республики Беларусь. Рост продуктивности и объемов экспорта. Президент подписал директиву номер 6 о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли. Без шума и неприятного запаха. На Гомель-Обоях реализуют дополнительный комплекс мер для устранения проблем на линии по выпуску виниловых обоев. Все подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. Концерт – молодежный флешмоб вручения паспортов юным гражданам страны. Торжественные и ярко на уходящей неделе отметили юбилей главного закона Республики Беларусь. 15 марта исполнилось 25 лет с момента принятия Конституции. В ключевом документе прописаны права и обязанности каждого гражданина нашей Республики. Избирательная система – государственный строй. Благодаря Конституции любой человек имеет право на достойную жизнь и личностное развитие. С хронологией праздничных мероприятий этого дня Марина Джалая. В Гомеле 25-летие со дня принятия Конституции начали отмечать ярко и оригинально. Сначала на площади имени Ленина, рядом с драматическим театром, прошел молодежный флешмоб. Зрители подпевали и подтанцовывали. Случайные прохожие останавливались. Выступление было очень зрелищным. Оказалось, что среди участников праздника девушка, которая свой день рождения, отмечает именно 15 марта. Сегодня 15 марта, день Конституции. И мне будут сегодня вручать паспорт. Это было неожиданно, что меня пригласили. Я очень рада. Это большая ответственность для меня сегодня. Неожиданным и радостным это приглашение было и для других ребят. Получаю сегодня паспорт. Очень сильно этого ждала, очень хотела. Будем надеяться, что все будет очень хорошо. Будем надеяться, что все понравится. Ну, уже все нравится, в принципе. Классно. Затем участники отправились в областной исполнительный комитет. Здесь для юных граждан Беларуси организовали экскурсию по залам заседаний и переговоров. Школьники смогли не только воочию увидеть места, где руководство региона принимает важное для области решение. Подросткам разрешили посидеть в кресле губернатора и сделать фото на память. Почувствовала гордость, что на этом месте нахожусь именно я. И очень большое уважение к людям, которые здесь работают, потому что они делают очень много добрых дел для людей, которые проживают в нашем районе. Такие мероприятия должны остаться в памяти участников навсегда и вдохновить их на новые достижения. Сегодня в зале мы пригласили те, где проходила встреча двух президентов Александра Григорьевича Лукашенко и президента Украины Петра Порошенко в рамках первого форума регионов Белоруссии и Украины. Но на этом путешествие не завершилось. Участники мероприятия посетили также Гомельский областной суд, а потом с волнением и нетерпением отправились на вручение паспортов. Праздничный день продолжится здесь в общественно-культурном центре 14-летние юноши, девушки, отличники учебы, победители спортивных соревнований. Активные участники общественной жизни получат паспорта. Причем вручать главные документы граждан Белоруссии им будет руководство области. Ребята волнуются. У многих такой ответственный момент первый в жизни. Эмоции и новые впечатления захлёстывают каждого. За один день они столько увидели и узнали. Я познакомился с председателем областного совета депутатов и сумел задать ей несколько вопросов. Это мне очень понравилось. После того, как я задал несколько вопросов, мы отправились в суд, где я узнал много нового. Теперь перед получением паспорта я очень волнуюсь и надеюсь, что всё пройдёт успешно. Всего на красную дорожку выходили 40 юношей и девушек. С поздравлениями и пожеланиями счастливой судьбы паспорта им вручали представители исполнительной и судебной власти. Дети сегодня в такой великолепный праздник для нашей страны почувствуют себя настоящими гражданами, получив сегодня паспорта в тот установленный срок, которым определён нашим государством. Я думаю, что сегодня они будут одними из самых счастливых, одними из самых уверенных, в том, что они сегодня родились и живут в нашей прекрасной стране. Был на этом празднике особый почётный гость – ветеран Великой Отечественной войны Айлита Самсонова. 15 марта, в День Конституции, она отметила свой 93-й год рождения. Дорогие мои ребята, я пожелаю вам впереди светлой дороги. Вы теперь становитесь гражданами нашей замечательной страны – Беларусь. На этой дороге не спотыкайтесь, старайтесь выбирать себе цели в жизни и их добиваться. День Конституции – это праздник каждого, кто любит свою родину, кто живёт здесь, создаёт семьи и рожает детей. Праздник каждого, кто своими добрыми делами и поступками делает нашу страну сильнее, счастливее и сплочённее. Марина Джалая, Валерий Гопанько, Новости недели. Новый сельскохозяйственный год аграрии начинает по новым правилам. 4 марта президент Беларуси Александр Лукашенко подписал директиву номер 6 о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли. Как отмечается в документе, создание условий для дальнейшего устойчивого развития АПК является одной из важнейших стратегических целей государственной политики. Директива предусматривает внедрение новых производственных и управленческих технологий, формирование развитой конкурентной среды, создание новых производств и, как итог, наращивание объёмов экспорта сельскохозяйственной продукции к 2020 году до 7 миллиардов долларов. Этот день в Чечерском районе начинается с чествования лучших работников животноводов открытого акционерного общества с символическим названием «Звезда». С января этого года по предложению председателя Гомельского облсполкома Владимира Дворника каждый месяц на животноводческих комплексах региона определяют лучших работников с вручением им благодарностей и подарков. Это действительно приятно знать, что ты среди лучших. За два месяца реализации проекта представители Гомельского областного объединения профсоюзов вместе с другими общественными организациями посетили около 600 ферм. Эффект действительно потрясающий. Лучше работает начинают даже те, кто ранее образцовой дисциплиной не отличался. Это, в свою очередь, делает более реальным выполнение задачи, обозначенной в директиве номер 6. К 2020 году от каждой коровы в сельскохозяйственных организациях нужно получать до 6 тонн молока. Впрочем, в той же «Звезде» этот показатель достигнут уже сегодня. Меньше 6 тысяч я тогда не вижу смысла вообще и работы. Для того, чтобы нам сегодня жить, нам нужно наращивать продукцию животноводства. В основном это молоко, это деньги каждый день. И если мы не будем сегодня доить 6 и больше тысяч молока на корову, не реализовывать в достаточном количестве молока и достойного качества, тогда смысла нету и жить, как мы выживать будем. Хорошо работать в сельхозорганизациях стремились всегда. Другое дело, что получается не у всех. Но к открытому акционерному обществу «Звезда» это не относится. Это хозяйство явно не в числе отстающих. Что, тем не менее, не говорит об отсутствии здесь определенных проблем. Как и во многих хозяйствах области, основная часть техники была приобретена более 10 лет назад и уже выработала свой ресурс. Ремонтом агрегатов к этой посевной «Звезде» занимались в основном своими силами. Однако и этому резерву есть предел. Учитывая то, что мы проводим техническое обслуживание регулярно, у нас она еще ходит, но мы уже ремонтируем двигателя, практически все ремонт прошли уже капитальный. Я думаю, что еще пару лет и надо менять тракторный парк энергонасыщенный, который особенно 9-8 года трактора, уже надо думать их под замену. Реально оценивая ситуацию, в Гомельском облсполкоме приняли решение об оказании сельскохозяйственным предприятиям технической помощи. От изготовления на предприятиях агросервиса наиболее востребованных запасных частей до приобретения новых машин. Для выполнения поставленных задач необходимо обновить существующий парк техники. Это аксиома. Предполагается закупка достаточно серьезных объемов техники, в том числе энергонасыщенные тракторы МТЗ-3522. Это к нему прицепной инвентар трактора среднего класса 892-е МТЗ, а также автомобили МАЗ и другая техника. Поэтому мы ждем, что обновление за этот год наступит очевидно где-то на 27%. В Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья аграрному сектору повышенное внимание в адрес всех хозяйств региона. Здесь отправили письма с рекомендациями по санитарно-бытовому обеспечению полевых работ. Принципиально ничего нового, однако игнорировать эти рекомендации на местах в областном центре не рекомендуют. Тем более, что сейчас на Гомельщине проводится мониторинг районов на предмет выполнения ими требований законодательства. В этом году соответствующие поручения уже получили Хойнингские и Брагинские районы. Сегодня готовится протокол поручений по Ветковщине. Впрочем, каких-то особых требований никто не выдвигает. Не нужно быть специалистом, чтобы понимать, что работнику для нормального выполнения своих функций необходимо, когда он приходит на работу, переодеться в спецодежду, оставить где-то свои личные вещи в сохранности. Соответственно, для этого должна быть гардеробная, как минимум, со шкафами. Там же должна быть аптечка первой медицинской помощи универсальная. Далее, в течение рабочего дня может потребоваться ему помыть руки. Соответственно, должен быть умывальник с мылом и полотенцем. Ну, а в конце рабочего дня, особенно в жаркий период года, летом, естественно, нужно помыться. То есть, должна быть душевая. Ну, опять же, оборудована всем необходимым в соответствии с действующим законодательством. Одно из главных требований при проведении пассивной создания комфортных условий труда для работников сельхозорганизаций. На практике это понятие имеет достаточно широкий смысл. Самое главное, не допустить случаев травматизма и тем более гибели работников. В эти дни в Гомельской области проходит месячник безопасности при проведении полевых работ. Перед инспекторами поставлена конкретная задача оказывать хозяйством всю необходимую им помощь. Аудитов и помощи специалистам по охране труда только что, которые пришли по распределению молодые в хозяйство. Как правило, они еще с вопросами охраны труда на практике мало знакомы. И мы, приходя на предприятие, непосредственно проводим своего рода экспресс-обучение. Обозначенные в директиве номер 6 задачи понятны каждому. К концу 2020 года рост производительности труда в сельском хозяйстве должен достигнуть 40%. А уровень зарплаты в отрасли оказаться не ниже уровня, который складывается в среднем в экономике. И еще несколько цифр, названных в директиве. Начиная с 2010 года, продовольственная безопасность страны обеспечивается в полной мере, а по некоторым продуктам уровень самообеспечения почти вдвое превышает потребность. На протяжении последних лет, наряду с Австралией, Новой Зеландией, Аргентиной, США и странами Европейского Союза, наша страна входит в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции и десятку мясной. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. Саркофаг для создания шумового барьера вокруг вентиляционной установки и озонатор, призванные убрать неприятные запахи из фабричной трубы. На уходящей неделе проблемы открытого акционерного общества Гомеля-обои вновь оказались в центре внимания представителей органов власти и холдинга «Белорусские обои». На нормализацию ситуации на предприятии председатель облсполкома Владимир Дворник отвел 10 дней. Сейчас производство виниловых обоев на предприятии остановлено. Главная работа здесь связана с контрольными мероприятиями, которые проводят специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Различные режимы и нагрузки, новые краски необходимо точно выяснить, какое именно вещество создает неприятный запах. В начале марта на Гомеля-обоях и прилегающей территории работали ученые из Санкт-Петербургской лаборатории имени Менделеева. Методик, который здесь используется, нет ни в одном исследовательском учреждении Беларуси. Данные на предприятии получат до 23 марта. Мероприятия будут проводиться и в дальнейшем для того, чтобы минимизировать то, что беспокоит людей, это, прежде всего, запах, установить причину и, соответственно, чтобы его аннулировать. Это шум. Мероприятия уже проведены, но еще требуют проведения корректировки и проведения также мероприятий по самому цеху производства виниловых обоев. В ходе совещания с участием руководства области и холдинга «Белорусские обои» речь о мероприятиях, которые необходимо выполнить в ближайшее время, начиная от перехода на более качественные краски до модернизации внутрицеховой вентиляции. Кроме того, в начале марта на промышленной трубе установили специальный озонатор, который будет бороться с неприятным запахом. В возобновлении работы цеха виниловых обоев заинтересованы все контролирующие организации, местные органы власти и само предприятие. Обязательное условие одно – производство должно быть абсолютно безопасным. Будем строить защитный саркофаг вокруг шумового барьера, чтобы убрать его. В течение 10 дней мы планируем это все сделать. Сделать эти все работы, мероприятия. Я думаю, что положительный эффект от них будет. Кроме того, в течение этого срока мы должны получить заключение института имени Менделеева, который подскажет нам о том, какие же вредные загружающие вещества имеются в окружающей среде, что выбрасывает предприятие. Алексей Тюров, Олеся Руденкова, Евгений Макеенко. Новости недели. Главная задача – предупредить трагедию. Масштабное совещание по профилактике гибели людей от внешних причин прошло в Гомеле. Подробности этого и других важных событий недели далее в обзоре от службы информации. В Гомеле прошел республиканский семинар по предупреждению нарушений, которые могут привести к гибели людей. Его цель – обобщить имеющийся в Беларуси опыт и выработать наиболее эффективные формы работы с населением. Местом проведения семинара наша область стала не случайно. Благодаря профилактической работе за последние восемь лет количество пожаров в частном секторе снизилось вдвое, а численность погибших на них людей в три раза. К положительному опыту региона относится также работа наблюдательных комиссий. Впервые созданные более восьми лет назад они помогают оперативно решать целый комплекс проблем. Среди озвученных предложений более активная работа с молодежью. В первую очередь речь идет о деятельности созданных при подразделениях МЧС Центров безопасности. Около 90 пунктов определено для эвакуации людей на случай паводка в Гомельской области. Они рассчитаны более чем на пять с половиной тысяч человек. Такую информацию журналистам предоставили спасатели во время тактика специальных учений при паводковой ситуации. Традиционно на карте риска возможного подтопления Гомельский, Житковичский, Наравлянские районы. С жителями этих территорий проводится информационная работа. Ежедневно в Центре оперативного управления МЧС совместно с Гомель-Облгидрометом проводится мониторинг паводковой ситуации. Месячник по благоустройству и наведению порядка на земле стартовал в Гомельской области. В период по 11 апреля планируется очистить территорию от мусора при необходимости восстановить и окрасить ограждения малые архитектурные формы. Начнутся и работы по озеленению. По традиции к благоустройству будут привлечены трудовые коллективы, школьники и студенты. Местные власти приглашают подключиться к этой работе всех неравнодушных. Молодежи Гомельской области в период третьего трудового семестра предложат занятость по шести направлениям. Во всех районах области и Гомеля территориальные штабы студотрядов представлена информация о возможности трудоустройства, в том числе за пределами страны. Качественное в рекламе не нуждается. Так часто говорят производители, оправдывая нерасторопность в деле продвижения собственной продукции. Однако эксперты подчеркивают, на рынке успешен тот, кто грамотно реализует продуманную маркетинговую стратегию. Где учат в регионе подавать и продавать? По каким позициям отечественные производители часто все еще проигрывают зарубежным? Интервью в программе доцента кафедры маркетинга Белорусского государственного университета потребительской кооперации Виктории Кузьменко. Действительно, сегодня многие предприятия Гомельской области нашли свои рынки сбыта продукции и заняли свое место в том числе на зарубежном рынке. Но если все-таки вернуться к рынку местному, то, уверенно, в том числе не только эксперты, но и потребители скажут, почему так скромно представлены некоторые отечественные производители, как объясняют это специалисты? Это та самая скромность или, может быть, нерасторопность? Как же правило рынка тогда? Мне кажется, здесь дело не в скромности и не в расторопности. Конкуренция заставляет нас двигаться, очень оперативно реагировать на все изменения, которые происходят на рынке, как на внутреннем, так и на внешнем. Здесь, на мой взгляд, основная причина заключается в том, что у нас, у многих еще руководителей предприятий бытует такое мнение, и мы его часто слышим, качественное в рекламе не нуждается. Нуждается. Мировой рынок это подчеркивает и показывает, что даже самые известные бренды тратят просто миллионы долларов, евро, на продвижение своей продукции. А мы себя успокаиваем. У нас бренд сделан в Белоруссии, который сразу нацелен на то, что это, значит, качественная продукция. Да, она качественная, но ее надо на прилавках еще и продвигать как-то, потому что мы смотрим... А некоторые еще и найти, простите, потребителя, который хочет купить тот или иной товар. Сейчас все-таки у нас большинство потребителей, как мы говорим, любят глазами, да, они смотрят на полку и самая привлекательная упаковка, она привлекает внимание. Только потом ты уже обращаешь внимание на стоимость этого товара, на его какой-то качественный состав и так далее. И поэтому вот мое глубокое убеждение, что нам не хватает профессионалов, тех, кто будет заниматься вот именно продвижением продукции. Учитывая проблематику, какой акцент делаете при подготовке кадров, по сути, для отрасли всей страны? Белорусский Торгово-экономический университет в своей работе ставит, наверное, во главе угла практикориентированную подготовку наших студентов и магистрантов. Для этого кафедрами университета создаются филиалы в крупных торговых и производственных организациях в большей степени, конечно, региона нашего Гомельского региона. Как пример можно привести и филиалы кафедры на таких предприятиях Гомельщины, как ОАО Коминтерн, Гомельский жировой комендант, Гомель-Обои и ряд других предприятий. Это способствует получению практических навыков нашим студентам, которые в рамках выездных занятий, в рамках прохождения производственных практик, преддипломной практики, получают вот тот опыт, опыт работы уже на производстве, где они могут оценить те знания, которые им даны в университете и приобрести что-то новое. Наука заинтересована, а вот есть ли четкое понимание на каждом конкретном предприятии, что такой специалист не дополнительная, не лишняя штатная единица, а может быть то самое спасительное звено? К сожалению, не все руководители наших предприятий промышленных либо организаций промышленных и торговых и в сфере услуг считают, что специалисты по продвижению это и маркетологи, это и программисты, которые занимаются написанием, все оптимизации сайтов, это те работники коммерческих отделов, те же логисты, те специалисты, которые занимаются продвижением продукции на внешних рынках, мировая экономика, например, наша специальность, они знают два языка, они востребованы на рынке, но в то же время многие руководители считают, что это лишняя трата денег, это расширение или раздувание, как это часто говорят, штатов, и поэтому пытаются сделать все собственными силами. К сожалению, это не всегда получается удачно. Есть, конечно, и положительные примеры, но... Вы убеждены, что это не лишние отраты, а дополнительные инвестиции? Как маркетолог я уверена, что это не трата, это инвестиции в ваше будущее. Более того, молодая поросль, как мы их называем, наши студенты, это те люди, которые будут строить нашу экономику через 10-15 лет. От них зависит наше будущее. Повод задуматься. Спасибо за интервью. Успехов в делах. Спасибо. Спасибо. На улицах Минска появились скульптуры Сальвадора Дали. Одну установили возле Национального художественного музея, вторую на Зыбецкой. Появление скульптур приурочили к открытию международного выставочного проекта. До 30 июня минчане и гости столицы могут увидеть более сотни произведений сюрреалиста, среди которых скульптуры, графика и ювелирные изделия. А о том, что интересного можно увидеть в нашем регионе, расскажет Анна Корольчук. В конце 19 века модные тенденции в Европе диктовал Парижский дом кутюр. А уже в 1910 году там же, в Париже, открылся дом моды Шанель. Женщины всех стран хотели походить на француженок и воплотить их образы в своем гардеробе. А помогали им в этом журналы. Например, La Vie Eureuse. Увидеть французские журналы мод из книжной коллекции князей Паскевичей можно в областной библиотеке имени Ленина. Выставка «Я сама мода» отражает увлечение француженок на рубеже веков, моду рукоделия и чтения. Так, например, среди экспонатов есть миниатюрные книги, которые дамы брали с собой на прогулку. Дополнили экспозицию вышивки авторства Юрия Гончарова и открытки с изображением сцен романтических свиданий. В картинной галереи Гаврила Ващенко открылась выставка «Румыния. Сто фотосдымков до ста годзи о великого объединения». Снимки рассказывают о культурно-исторических, природных и архитектурных достопримечательностях Румынии из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографиях запечатлены средневековые замки, монастыри, деревянные церкви, памятники Бухареста, Сибию, Брашева и других румынских городов, а также захватывающие виды Карпатских гор и Дельты Дуная. В Гомеле прошел четвертый областной конкурс песни на иностранном языке «Вокалфест». Организатор творческого состязания «Колледж искусств имени Соколовского». Вокальные таланты на фесте демонстрировали сольные исполнители и ансамбли. По условиям конкурса участники выбирали одно произведение любого жанра на иностранном языке. Самым популярным был английский. Со сцены звучали хиты Фрэнка Синатры, Уитни Хьюстон, Битлз и других звезд. Всего более 60 сценических номеров. Победители выбирали в двух группах и возрастных категориях. Губельский городской молодежный театр готовит к премьеру спектакля «Повятовый лекар» по рассказу Франца Кавки. Накануне постановки зрители пригласили на беседу с режиссером-постановщиком спектакля Юрой Деваковым и Ириной Герасимович, которая совместно с Давидом Потоцким перевела произведение с немецкого на белорусский язык. По сюжету главного героя сельского доктора посреди ночи вызывают к ребенку. Врач сомневается, стоит ли ехать за 10 миль в непогоду к пациенту, который может и не быть больным. Однако у мужчины не остается выбора. Премьерные показы пройдут 22, 23 и 30 марта. Далее расскажем о культурных событиях следующей недели. В общественно-культурном центре пройдет спектакль «Вражда». Он расскажет о жизни двух великих актрис золотого века Голливуда. Их молодость осталась в прошлом и они решают объединиться, чтобы снять свой последний, лучший фильм. Главные роли в спектакле исполняют народная артистка России Елена Яковлева и заслуженная артистка России Татьяна Лютаева. В белой гостиной дворца Румянцевых и Паскевичей выступит молодой белорусский гитарист-виртуоз Ярослав Макарич. Он исполнит музыку в стиле барокко, классицизма, а также фламенко и танго. Специальным гостем вечера станет гомельская группа «Васаби Джаз Бэнд». Слушателей ждет совместная импровизация в стиле джаз-фанк-латина. Гомельские городские оркестры представят проект «Ритмы планеты». Концертный оркестр под руководством Сергея Колупаха и солиста коллектива исполнит композиции более чем 15 стран мира. Этот вечер станет своеобразным музыкальным диалогом культур Востока и Запада. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы новости недели. На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин